Так вот, деревенские, деревенские, зайдёшь, посмотришь, вот такой бурьян стоит у них, ни картошки, ни морковки, ничего, она тебя смотрит и злые тебе завидуют, ну надо же, сектанты поселились, а у них там помидоры там с одного куста по ведру, это что-то, это непорядок, а почему не у нас? У них там 3-4 грядки огурцов, а куда? А мы этих огурцов корове отдаём, баранам отдаём, берём просто, набираем их вон эти самые ваннами и носим, ну, кабачки такие же, как им это объяснить, что это чуть-чуть нужно потрудиться, а они думают в город уехать, им в город хочется, особенно бабам хочется, а в городе хорошо. Там, что главное для женщины в городе? Это сексуальная распущенность, там она в сексуальном плане, там она королева, кто за ней усмотрит, кто за неё увидит, где? То есть там возможности гигантские, вот продавать себя. В городе женщина сейчас стала уже товаром. Она одновременно и продавец, и товар, она сразу и то и другое. А в деревне как ты себя продашь? Ну это непорядок, что ты себя продашь? Надо там корову доить, вставать в 6 утра, идти корову доить. Что это? Да ещё мороз. Да ещё вечером тоже доить её надо. Это что, нормально что ли? Пошла в магазин, докупила. Ей показывают, берут вот две прозрачные жидкости, просто прозрачные, вот такие химия, да, переливают одна в другую, вот так получается молоко. Запах всё молоко. Есть нельзя, это смертельно. То есть ты сразу не сдохнешь, сдохнешь через несколько лет. Но это отразится везде, и почки рассыпятся, и печень, и всё. Она вот это молоко покупает, ей это молоко дороже, потому что работать не хочется. А я не хочу, я не хочу вставать, я хочу нежиться. Или так это до 11 утра, например, особенно зимой. А почему вы, что я пойду в 6 утра вставать? Что это? Это ненормально. Вот. Вот что происходит. И это надо понять и принять. Вот беда. Женская сила. Вот сейчас подошли мы к женской силе. Оказывается, существует в мире ещё и женская сила. Вот две силы. Мягкая – это информационное воздействие, финансовое воздействие, экономическое воздействие. Это все мягкая сила, да? Там в городах хорошо платят, всё такое, нормально, туда надо ехать. Вторая сила – это жёсткая сила. Вот о ней говорили мы сейчас. Её очень разных, разновидностей её очень много, да? Это и административное, это уничтожение, прямое уничтожение деревень. Вот. И остаётся женская сила. Женская сила примерно занимает половину вот той силы, которая вот существует. На женщину поставлена ставка. Насколько я вижу, вот я жил в деревне, где-то, наверное, посёлков 17 или 18 я поменял, я ведь путешествовал очень долго. По северу, по востоку, был на юге Сибири, в основном Сибирь. Да и здесь тоже много посмотрел. Я только вам одну вещь скажу. Вот сейчас мы были из Москвы, поехали мы, а, начну сдалека, я, по-моему, это вам уже рассказывал. В Горном Алтае мы были года три назад. Горный Алтай – это, ну, не место, где бы хорошо всё нормально жилось людям. Это горы. Там маленькая трава, она низкая, вот такая вот травка, там камень сплошной. Вот. Но алтайцы трудятся, у них огромные стада скота, у них ухоженные красивые деревни, русские с ними вместе. Каждая деревня – это глаз не оторвёшь, всё утопает в садах. Дороги все асфальтированы, у них на свои деньги, у них проведено электричество, работают станции. А косят они сено в горах, бывает, и оттуда его сбрасывают, без техники сбрасывают вниз до дорог, чтобы вывести это сено к своему скоту. Были в Усть-Коксе, там одного русского мужика, кстати, доктор наук, а у него 20 гектаров сада. Я говорю, как ты один справляешься, 20? Да это, говорит, что, труд, что ли, 20 гектаров? Я очумел, даже я любитель поработать, но 20 гектаров я бы, наверное, не рискнул. А у него 20, правда, у него семья, там несколько человек. Он, значит, справляется. Это рай божий, горный Алтай, там всё цветёт. Мы потрясены были, там одного парня нашли, от него, правда, жена сбежала. От него она сбежала, жена. А у него на Семинском перевале, Саша такой живёт, у него там гусей немерено, козы у него, кони у него, у него улев что-то 40 штук. Потом там у него что-то курей, чёрт знает сколько. Он в 4 утра встаёт, идёт трудиться. В 4 утра мы приехали, где-то часов в 11, он до 2 часов нам ночи готовил торт, пёк, как мы были его гостями. А 2 часа поспал, побежал. Я побежал к своим, как он сказал, к своим, как же он их назвал-то, девочкам, девочкам. Коз доить надо, коз. А вот он несколько коз, он их сразу доит. Побежал к этим девочкам. Жена от него сбежала, вторая или третья, жены не выдерживают, жены сразу бегут. Это я для вас говорю. Так вот, мы сели на Баранаульский поезд, выехали оттуда, с Алтая, да? И началось. Как деревня русская, мёртвая, мёртвая, мёртвая. И так до самой Москвы. Всё мёртвое. Вот такой бурьян стоит, занесённое всё, всё занесённое снегом. Там, 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 два-три огонька, дома хорошие, огромные участки, всё, города рядом. Выращивайте птицу, скот, выращивайте хлеб, ну продавайте, вот здесь же на дороге садитесь, у вас же всё купят. Да дело в том, что когда ты сам себя кормишь, деньги не нужны становятся, они просто не нужны. Но ведь никто не работает, не хотят, все с город сбежали. Кто их отсюда попёр, этих русских несчастных? Ну хорошо, мы до Москвы доехали, я почесал репу, ничего себе. Сейчас по Тверской области путешествовали. Вот за этими книгами ездили, вот за этими книгами. Поехали туда. Деревня, деревня, мёртвая, 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 мёртвая. Вы знаете, сплошные мёртвые деревни стоят. Сады брошенные. Огороды вот такая вот, ботва стоит, трава в огородах. Деревня, дома все перекошенные. Красивейшая резьба на окнах, очень красивая. Хоть бы эти дома ремонтировали. Ведь дошло до того, лень матушка такая, что вот хозяин ещё живёт, дом покосился. Он требует у властей, чтобы дали ему квартиру, дом отремонтировать. Своего деда, отца не хочет. Ему говорят, что сделай этот дом, подними ты на домкатах, подложи всё, сделай. А мне неохота, мне и так дадут. Вот понимаете, что происходит? Я вам говорю правду. Так вот, что, вот потом к женщине отдельно вернёмся. Я говорю то, что я видел своими глазами. Вот сейчас я это видел. Приезжаем, вот где мы взяли эти книги. Стоит дом, ухоженный, красивый, всё нормально. Обалденный сад, всё обрезано. Сад цветущий. То есть, это он не цветёт, но видно, что ухоженный предельно. Там всё сделано. Там курочки бегают, у них там всё закрытое в двух местах, в одном, в другом месте. Живут два парня и одна старушка. Один парень и второй. Кончили театральное училище. Попробовали работать в театре. Говорит, в этом сумасшедшем доме мы не можем. Мы уехали. Они уехали, развели пчёл. У них, кроме сада, ещё пчёлы. И они этих пчёл содержат. А бабушка, это инженер, ракетчик-инженер. Она работала всю жизнь на Байконуре. Она на пенсии. Они сейчас чем занимаются? Пишут песни наши русские. Играют эти песни и поют. Когда они сели и начали эти песни петь, я за голову схватился. Куда я попал? Попал в 17 век. Бабушка у них поэт. Один, значит, артист музыку, а другой просто поёт. А этот, который поёт просто, он ещё и художник. Он художник работает. Я говорю, а кому вы поёте? А, говорит, кому? Кому петь-то, Георгий? Кому? Мы поём, лесу поём, реке поём, там вершина Волги. Приходим, там поём, да, в реке. Вот этим простором, пчёлам своим поём. Вот у них всё хорошо. И они Путина не ругают. А вот все вокруг, эти вот лентяи, все проклинают президента, потому что президент не даёт им заработать. А у этих всё нормально, у них с деньгами нормально. У них всё нормально, они просто ведут своё хозяйство. И всё у них хорошо. Ещё умудряются. Взяли этот дом культуры, этот взяли на себя. Фактически взяли на свой бюджет дом культуры. Эти книги вот нам передали, а этот отремонтировали. И там дают концерты местному населению, дегенератам, которые пьют и пьют и ничего не делают. А у них Путин виноват. Понимаете, что происходит? Вот что произошло. Дальше. Я вам ничего до конца ещё не рассказал. Поехали мы в Нижний Новгород. А там огромное расстояние до Нижнего. Мы ехали километров 400. Мёртвая деревня. Мёртвая, мёртвая, мёртвая. И до конца. И всё одно. Ни курицы, ни собаки, даже собак не держат. Вот кошек видели, правда, не буду врать. Кошек раза два видел, да? Вот ни коровы, ни коня. Ничего. И все недовольны, потому что им надо в город. А город уже не принимает. Город уже не может. А ведь работать здесь не хотят. Спрашивается, кто виноват. А теперь вернёмся вот к женской силе. Вот эта женская сила. Чё, вы не знаете, что происходит? Вам, женщины, непонятно, что происходит?